здравствуйте вера она здравствуйте любопытный факт скажу вам только 42 процента женщин когда отвечают на вопрос какие у них источники дополнительного дохода называют какие бы то ни было инвестиционные инструменты включая например акции и облигации надежный главный источник это заработная плата а которую платят при на работе акции облигации причем это просто такой дополнительный источник менее надежный не всегда это противоречие несколько умилялой потому что как раз потерять зарплату чем акции голубых фишек примеру гораздо проще мне кажется сбережения нам нужны наверное для того чтобы действительно их грамотно инвестировать чтобы грамотно инвестировать соответственно нужно выбрать правильные инвестиционные продукты получать со своих сбережений ту самую условную зарплату которую будут платить собственно вам ваши же накопленные деньги при этом а инвестиционная стратегия наверное даже для рисковых инвесторов она должна включать в себя и инструменты на пробу интересные и какую-то стабильную часть абсолютно с вами согласна здорово когда инвестиции направлены например на семью как часто делают женщины и так хочется чтобы как можно больше женщин умели инвестировать и рассматривали эти инвестиции как клад будущее свое своей семьи и своих детей именно поэтому промсвязь банк и рбк запустили совместный проект почему женщины инвестируют сегодня мы ждем героиню которая очень успешный бизнесмен или бизнесвумен но при этом рассматривает свои финансы поступающие от бизнеса как потенциально инвестиционные деньги валерия рытвина 31 год генеральный директор юридической компании планирует направлять в инвестиции от 100 до 200 тысяч рублей в месяц есть портфель состоящий преимущественно из акции голубых фишек планирует через 5-7 лет сформировать капитал который будет приносить пассивный доход хотя бы в 70 тысяч рублей в месяц есть финансовая подушка достаточная для закрытия базовых потребностей в течение шести месяцев кредитом относится исключительно как инвестиционному инструменту здравствуйте валерия присаживайтесь пожалуйста спасибо что пришли вы упоминали на наших предварительных интервью что вы инвестируете в недвижимость а что это значит для вас то что инвестировать можно по-разному не знаю купить квартиру подешевле и продать подороже вложиться на стадии котлована давать быть ради что вот у меня наверное комбинированный вид инвестирования в недвижимость я покупаю в ипотеку квартиру получается инвестирую только сумму первого взноса например первый мой опыт инвестиций когда я только переехала в москву поступила вы могу на бюджет была моя детская мечта и жила в общежитии за это время я накопила на первый взнос у меня был уже готовый дом и я купила уже там жили люди сразу заехали квартиранты и получается доход от аренды перекрывал ипотечные платежи то есть ну вот как бы здесь я не тратилась и когда через полтора года квартира несмотря на сложную ситуацию в мире выросла в цене то я получилось заработала x2 потом следующую квартиру вложилась и вот так вот у меня постепенно растет вот этот вот x и получается выгодно инвестировать интересный опыт но с учетом того что у вас ипотека вы ежемесячно должны выплачивать взносы это достаточно долгоиграющая история на сколько лет у вас ипотека была у меня первая и вторая ипотека всегда на максимальный срок на 30 лет потому что при этом аннуитетный платеж делается минимальным и у меня ежемесячные платежи покрываются от сдачи в аренду и через год я эту квартиру продаю это абсолютно нормальная практика у банков я просто в 15 лет прочитала книгу квадрант денежного потока поставила вот себе такую цель что когда мне будет возможность я попробую это воплотить на практике и это получается работает вот такая основной все время обсуждаем различные книги советуем нашим героиням нужно читать изучать профессиональную литературу вот говорят что в инвестициях надо считать оказывается нужно читать считать и читать да для начала читать держать нос по ветру я тут немножко задамся таким очевидным вопросом вся эта прекрасная схема с недвижимостью работает только в том случае если цены на недвижимость они остаются либо стабильными либо стабильно растут однако вот из достоверных и не очень источников кажется что они достигли некого пика потолка потом их может дать длительная стагнация или даже падение например да именно поэтому я считаю что относительно у меня низкий риск потому что даже если я сейчас понимаю что квартиру продавать не выгодно цены как вы говорите в стагнации или упали то у меня она пить есть не просит у меня просто ипотека перекрывается арендой от квартир съемщиков но это наверное для рынка москвы и московской ближайшей московской области актуально потому что здесь большой рынок именно сдача недвижимости ну и крупных городов конечно да в первую очередь миллионников стоимость все же квадратного метра в миллионниках она достаточно высока в крупных городах арендная плата ниже чем в москве поэтому здесь конечно нужно считать поэтому это не универсальное правило для всех начинающих инвесторов части недвижимости всегда нужно считать но методика очень интересная но при этом я знаю что у вас лежит около 300 тысяч фондовом рынке а скажите это правда я не ошибаюсь я пробовала на складывал вак какие продукты я стараюсь наверное держаться голубых фишек с и облигаться акции исключительно какие-то взяла там банки застройщики и сырьевые отрасли но вот решила я фондовый рынок попробовать наверное в пандемию мне кажется очень много россиян в пандемию вот зарегистрировалась зарегистрировались и пытались мы как раз обсуждали что много было открыто брокерских счетов но многие счета к сожалению были только открыты но не использованы я смотрю у нас есть титры для каждой героини и для вас тоже тут написано валерия ритвина гендиректор юридической компании валерия ритвина только что рассказала нам я же не ошиблась это же вы да да что рассказала нам как она активно значит занимается вот этой истории с ипотеками с квартирами со сдачи в аренду квартир а это все таки тоже отдельно и внимательно читает банковские договоры а теперь еще к этому добавляется фондовый рынок ярочка вы спите на самом деле инструменты инвестиционные они занимают не так много времени а вот основное да это действительно моя компания открыла в 19 лет с тех пор я вот 12 лет просыпаюсь я на работе я вот засыпаю с телефона в руке настолько я нахожусь в напряжении 24 на 7 и наверное я поэтому и хочу инвестировать чтобы в какой-то момент просто расслабиться это правда моя мечта то есть вам нужен пассивный доход да я сейчас мечтаю ближайшие там течение год-полтора какой-то себе глобальный отпуск устроить и потом наверное меня еще лет на 5-7 хватит на то чтобы вот зарабатывать мне же еще семью надо успеть создать еще же детей родить надо на самом деле под разные инвестиционные цели могут быть разные портфели как правильно подобрать портфель под конкретную вашу инвестиционную цель нам как раз эксперты рассказали очень сильно зависит горизонта инвестирования то есть если вам нужно накопить капитал на горизонте год-два туда это объявляться если вам нужно накопить капитал на горизонте три года плюс поэтому быть облигацией и точно должны быть акции потому что акции как правило на трехлетних горизонтах всегда растут да поэтому тут в акциях хорошем вине важен срок мне кажется здесь можно рассмотреть такой инструмент как облигации и офезе которые от года соответственно вы получаете уже ощутимые доходность чем хороши вообще облигации такого типа как их можно сформировать портфель облигационный вы берете и выбираете так чтобы они погасились на привести трехлетней облигации есть годичные вот вы видите что вам через год понадобятся деньги без всякого зазрения совести просто формируете облигационный портфель они прирастают а через год они все радостно погасились и вот вся сумма уже практически к отпуску готова подавайте если мы говорим про более длительную историю это другой портфель про пассивный доход он должен отдельно держаться и там уже можно порисковать там уже можно выбрать какие-то бумаги более допустим агрессивные диверсифицировать его по валютам в том числе несмотря на то что у нас валютная секция на московской биржести сильно изменилась а диверсификация валютная все равно осталась доступной и она все равно существует по крайней мере наши эксперты уверены что есть несколько способов разнообразить свои сбережения инвестиций валютным инструментом сам по себе юань держась можно если вы ожидаете какой-то девальвации ждете чего-то эдакого но это определенного рода спекуляция а вот инструменты в юанях вот это интересно у нас есть достаточно большое количество облигаций уже которые выпущены российскими эмитентами которые в юанях то есть это получается юань плюс процентный поток да он небольшой там 45 процентов годовых но на мой взгляд это уже лучше чем просто держать юанях поэтому ответ такой в долгосрок держать часть портфеля в юанях инструментах да наверное нормально честно скажу что не задумывалась таких видах валют я бы изучила этот вопрос как и облигации еще наверное очень важный момент реинвестирование я хотела вас спросить вот когда вы занимаетесь всей этой истории с квартирами когда вы получаете дополнительные прибыли что вы с вкладе потому что я подбираю новый объект удачный мы даже приглянулись санна мне очень понравился подход в плане вкладов то есть валерий настолько грамотно подходит к этому вопросу хотя не такой широкий пол и инвест инструментов но тем не менее получив доход с квартиры она быстренько открыла вклад прочитав все мелкими буквами все в договоре все юридические нюансы поняла что как бы когда она сможет снять денежку чтобы не было ограничений правильно не потерять процент вот не потерять процент и после этого уже сняла вместе с процентом и вложила в следующий свой проект да а как иначе вот реинвестирование в случае с ценными бумагами будь то акции облигации это будь то еще и дивиденды которые могут пройти от акции или купоны которые от облигации это наверное залог формирования вот любого вот этого пассивного портфель говорят сложный процент те люди которые умеют считать сложный процент его получают а те которые не умеют его платят вот энштейн по моему что-то такое говорил вообще у меня есть такая следующий этап наверное инвестиций который бы я хотела попробовать это стать таким инвестором бизнес ангелом и одновременно продюсером для российских ученых молодых в сфере то медицины биологии и там материалов биоразлагаемых по-настоящему разлагаемых потому что сейчас этим сложно вот я бы хотела находить вот такие слитки золота наших наши умы упаковывать их оформлять патенты потому что мы авторским правом не занимаюсь и заходить в долю как инвестор и как продюсер это вот такая моя следующая цель но наверное я этим займусь через там год полтора-два и очень интересная мысль по поводу бизнес ангелов действительно сейчас это развивается и уже довольно сильно развито на самом деле на западе у нас это начинает набирать обороты мне кажется в этом есть определенная такой перспектива и разумное начало в этом не сталкивались вы со стереотипами в инвестициях в бизнесе когда девочка это куда постоянно сталкивалась особенно когда мне было там 19 лет и я выиграла свое первое дело в суде и когда люди ко мне приходили у них я прям видела вот это недоверие ну как бы понятно девочка где твой начальник позови это как я есть начальник ну вот какая ситуация такая была очень странная но я этим до сих пор пользуюсь когда я прихожу в суд ну как так скромненько сижу молчу и оппоненты ждут своего начальника и выходит оппонент такой самоуверенный самонадеянные там а потом начинаю выступать аргументы значит вот все по полочкам разложила и вижу что поплыл как-то не рассчитал многих женщин от начала инвестиций от начала любой активной экономической деятельности часто останавливает не нежелание не даже не всегда отсутствие знаний а вот эти самые стереотипа можем понимаем что экономический потенциал все потенциалы женщин он очень большой и его важно поддержать и дать возможность ему реализоваться более того при поддержке также совет евразийского женского форума и про все из банка запущена специализированная платформа онлайн-платформа женское лидерство в инвестициях нам женщин очень важно объединяться сообщества и женщинам нужны женщины зачастую в этот сильная поддержка я надеюсь что мы вам были полезны чем-то но вы нас точно очень сильно вдохновили и я думаю что все кто будет нас смотреть они тоже могут этим очень сильно вдохновить это колоссально интересный пример но в инвестициях есть куда развиваться мне кажется что с вашим таким а вдумчивым и очень юридическим юридическим подходом до вера абсолютно права можно добиться очень много спасибо большое мы вас верим во первых хотелось бы поблагодарить за съемку за передачу беседа прошла просто на одном дыхании с верой и анны очень комфортно быть в кадре не знаю сколько времени прошло но это было здорово что касается инструментов то очень интересные интересное направление валюта например юаня который говорил эксперт я обязательно посмотрю проанализирую ее график и так далее аж и также облигации тоже очень интересное направление мне захотелось погрузиться в это поглубже посмотреть что это как это и попробовать может быть даже да поинвестировать а